Судя по тому, что число поэтов с каждым годом увеличивается, Александр Коротков, открывая конкурс, назвал наше время Серебряным веком Одинцова и в качестве эпиграфа выбрал строки из оды России. Если враг, так уж враг, зла не помнит Россия, побитым не мстит, может хлебом и ссорью с тобой поделиться, добрым гостем придешь, от души угостит. Оценивает искусство конкурсантов компетентное жюри на 70% состоящее из членов Союза писателей страны. Право первыми выйти на сцену, быть услышанными предоставлено молодым. Их шестеро. Темы разные. Поиск своего места в жизни, лирика, родной город и благодарность за организацию фестиваля. Заполняй же заявку уверенно! Проигравших тут попросту нет! Даже если минует овация и победа опустит вуаль, знай, что есть здесь твоя номинация! Это твой городской фестиваль! Ларисе Ступниковой, как и Кристине Любарской, жюри присудило серебро, второе место, оставив первое свободным. Зато в возрастной категории участники после 30 лет выбор лауреатов вызвал горячие дискуссии мэтров. На сцене Ольга Кобецкая, создатель студенческого театра «Крылья», уже известного и любимого в городе. Им, своим питомцам, адресованы строки. Взмахни! Ты чувствуешь ту благодать! Лети, пари, взмывай над облаками! Подвигу солдат Немчиновки, защитникам Москвы осенью 41-го, воинам и ополченцам. Признание Татьяны Шебедёк. И женщин сумрачные лица, платок крест-накрест и сырой бушлат. Копали рвы, чтоб танки не прорвались, и ночью в дождь... И в ледяной рассвет прожекторов лучи во тьме метались, хвостами неизученных комет. Стихи Алевтины Сандаковой, которые неизменно распевает Антонина Виноградова, традиционно обращены к душе Господу. У Владимира Марейникова своя поэтическая молитва от неродившегося младенца матери. Как молитву твержу упрямо, не кури и не пей, не кури и не пей, не кури и не пей, мамы. С восторгом, бурными аплодисментами зал принял размышления про ее житье дебютанта фестиваля военнослужащего Александра Яськова. Ее болячки, ее лекарства, ее похмелье, ее пьянство, ее усталость, ее борьба, ее ошибки, ее судьба. Фестиваль, вы знаете, дай бог здоровья тем людям, кто его придумал, потому что это восторг, это положительные эмоции, и я надеюсь, что он будет только процветать. Ничего, что разные судьбы и профессии – это дело частное. Общая поэзия. Автор этих срок – Ольга Сорокина. Уровень поэзии вырос, должна сказать, или просто больше людей стало приходить, поэтому есть выбор большой, или писать стали лучше, но я должна сказать, что много поэтов хороших, трудно выбрать даже лучшего, очень трудно присуждать места. Очередной конкурсный день фестиваля – 17 марта в Доме культуры «Солнечный». Галина Поликарпова, Вадим Аверин, телекомпания «Одинцова». Вадим, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...